здравствуй привет русские здравствуйте я почему русский а кто ну как это кто я вообще-то хакас привет хакас а ты кто и украинец украинскую мову месяц ноябрь будет листопад а как будет на хакасском языке подождите я вас даже не понял месяц ноябрь сейчас на русском языке украинскую будет месяц листопад а как будет на хакасском языке месяц а на хакасском так и будет ноябрь хакасский язык он состоит из русских слов как это так а вот так как на хакасском языке будет добрый вечер из и нохтер из и нохтер из и нохтер правильно правильно молодец почему хотел поговорить как кассу что о чем ты хотел поговорить о чем я хотел поговорить да не о чем просто я тут перелистываю вот вы попались я вообще просто слушаю и поддерживаю разговор почему граждане российской федерации наплевали на память своих дедов это вы меня сейчас спрашиваете да вы помните откуда я из хакасии ну а причем здесь граждане российской федерации ахакасия она отделилась в девяносто первом году от российской федерации если вам об этом неизвестно вы что купить наверное эту пень потому что мне об этом неизвестно что республика хакасия отделилась от российской федерации девяносто первом году добрый вечер привет русский дорого как антон все добро все файл слушай вы почему на память дедов наплевали каким образом ну 4 числа что за праздник был ну вот я же богородица иконы казанской богородицы вот видишь а когда отечество освободили от фашистской германии знаешь отечество 9 мая 9 мая подписали акт капитуляции спросил когда отечество освободили хорошо я не знаю я это ты можешь мне сказать 4 ноября 44 года почему вы наплевали на память наших дедов которые освобождали отечеству вот так вот случилось никто не знает ну да вот такие вот фашисты 6 крест крест и на танке тоже мы лепим дады фашисты под крестами и на немецких танках азу почему прикольно почему я тебе аплодирует давай дальше поехали почему никто даже не вспомнил об освобождении отечеству нам кошелек ближе греет пляжку когда тогда все нормально хорошо кошелек греет вот тоже я за то что она когда так прилипает хорошо семья не голодная хате тепло есть достаток а зачем она машина какие-то там отечество освобождать казанская божья матерь до надо в церковь она помогает но ты духовно скрепный так вон и ничего все духовно скрепный молодец молюсь но в церковь я не люблю когда служба когда много народа я люблю ходить когда церковь пустая когда никого не тогда я чувствую себя очень хорошо очень хорошо успокойно пообщаться что говорит ты разобрался в причинах российско-украинской войны причина украинская то одно при тече были предисловия были предисловие то одно помнишь как вот буквально за два месяца до того до февраля до вторжения в украину когда в казахстан нам в аэродроме высадились быстренько все вышли десантники все испугались и обосрались и все вопрос был решен помнишь поэтому же сценарию пошли и на украину то есть захватить аэродром гастоми высадить туда прилетели барты бы с десантниками и парад на крещатике все вопрос решен тема закрыта но просчитались прогадали вот за это и поплатились короче спецоперация пошла не по плану вообще не вообще не по плану никак не по плану вообще почему боятся признать вот понимаешь что исправить ситуацию надо проанализировать ситуацию поставить диагноз и потом работать над ошибками ваши упора там уже такие такие же упоротые как и вы такие же упоротые мы одной масти такие же вот такие фортеция бахмут сейчас будет фортеция авдеи бастах останови выведи из бахмута не отстоять до после всех лучших там положить всех лучших уложить упасть равно бахмут пришлось остаться также где еще за нее держаться уходите нафиг все равно сейчас туда штурмы посылают штурмовать не не хотят ну что ж теперь делать слушай так но по твоему мнению причина это просто хотели власть поменять или что до хотели власти по поставить власть типом там медведчук чтобы лояльные были красивы к россии так выгодно бы всем а по мне лично мое мнение я мешаю не дата мне надо идти ладно добро спасибо извиняемся мы с вами не закончили было дело да привет еще раз зачем вот приветки почему это ты аргументировал причины российско-украинской войны кажется да ну да аргументировал на чем я становился не помню чтобы зашли хотели в гостом или взять и гостом или короче развить наступление нас аэродрома что приземлялись борта и оттуда идти власть уже была подготовка плохая связь порхает привет привет русские привет украинец а почему здравствуйте я проявил же уважение уважение но давайте давайте значит начнем с того то дорогенький привет русский о чем тут разговариваете русских русских а давайте поговорим о палестине давай с израилем давай как вы относитесь к этому конфликту отрицательно почему это так потому что террористом я отношусь отрицательно а вы считаете палестинцев террористами я считаю террористами хамас хамас а причем мирное население палестины ну а кто устроил террористический акт а зачем пулять то елки-палки по гражданскому населению причем здесь террористический акт но ты осуждаешь террористов или нет конечно осуждаю ну а что надо делать террористами путин когда-то говорил про это как как что уничтожать уничтожать помнишь он говорил мочить в сортире конечно ну вот именно он сказал мочить в сортире вдумайтесь в эти слова ну вот есть пример грозного именно в старт мире но не по гражданским а помнишь помнишь город грозный город грозный ну помню конечно помнишь этот город грозный ну-ка кто кто здравствуйте ты что в туалете бухаешь да да а чё так у меня тут вытяжка стоит я тут и курю да привык в туалете бухать в чём делать нравится в туалете бухать а чё бухать в соседней комнате с ребенком спит чё худеть ага понятно человечество должна же быть в наших спецах нет ну да какой-то воспитанный в туалете бухаешь ну а какие вы воспитаны вы так и полет и видите ну что покажу то что перед тобой человек сидит и не видишь ну а чё бухаешь да просто захотелось праздник какой да какой день труда и независимость а когда он отмечается ну вчера отмечался вчера а независимости от кого ну день народного единства знаешь праздник ну это то что вы наплевали на память дедал день народного единства все весь народ объединился вокруг чего вокруг врага а кто враг то время был враг один кто нацистская германия то время была нацистская германия ну да фашисты знаете знаю так это день народного единства против фашистской германии ну вы знаете страну ссср знаю страна единая была ну да сссср был да как расшифроваться ты че серьезно да я не помню не помню а ты помнишь и ты не помнишь ну я тоже не помню а можешь назвать правителя СССР каких нибудь да ну назови кого нибудь например ну кого нибудь кто вспомнишь кого вспомнишь самого хуёго или самого заебанного давай самого хорошего самого хорошего блять тяжело потому что там мало хороших ну давай из худших зол мы выберем хрущева ага самый плохой сталин а кто после хрущева был горбачёв горбачёв не подожди ну кто был после хрущева не помню я забыл ну я не помню не помнишь а после горбачёва кто был после горбачёва ельцин ельцин а после ельцина ну я не знаю путина это же ельцин путина поставил или или путина ельцина или путин ельцина ну я не знаю кто их там кого там ставит ну да а кто после путина будет ну я не знаю ну я знаю кто был после путина а кто был после путина а я не помню ну говоришь знаю ну наверное медведев а кто был после ленина после ленина ты спрашиваешь я до тех годов нахуй не добрался даже ленин да революция все большевики ага опять декабристы пошли у нас кто там блять был не я не помню не помнишь а кем ты работаешь я я я в лесу работаю лесником нет лес валю знаешь ну понятно у нас техника еще не до слада россии импортная вот с топором бегаю вот такая вот жизнь тяжело без ваги с топориками беги и в китай все отправляем почему китай ну я не знаю что то китай просто хочет закупить страшно пиздец конечно жить я думаю скоро китайцы и байкал у нас выкупят выкупят ну они уже его захватывают потихоньку у нас скоро вообще ничего не останется в россии даже если честно уже у нас не ракет нихуя нету не сил живой все берем хуй пойми откуда его вымаливаем у всех услышал северная корея знаешь да вон он приехал нам говорит даст ракет маленько и здесь я думаю он даст 2 их 3 штуки блять ничего это помощь что да да нормально а те же ночью говорить чтоб шты шел на войну или или напротив или за да я не могу уже воевать и че почему да у меня вера мне не позволяет а че у тебя за вера у меня крестьянство ну да там же нету на фронте христиан там все нет не крестьянство христианство христианство хришна вот и кришна понятно мне нельзя убить я могу мне нельзя делать операции я не могу ничего сделать я живу как меня господь мой создал я вот так и живу а бухать тебе можно не во вред кому-либо а во вред себе можно а что эта сущность такая ну да да ладно я понятно ладно давай пока здрасте привет русский привет вот о чем поговорим я на вас подписан серьезно вполне вы заблюрите меня да конечно это не сложно смотрю у вас ну че хорошее дело делаете правильно я сейчас задаю вопрос один и тот же на который можете задавать нет так самое интересное что никто не может ответить почему почему граждане российской федерации наплевали на память дедов которые защищали советский союз от нацистской германии почему я это спрашиваю потому что 4 ноября был освобожден советский союз 44 года а вы сделали праздник какого-то там Минина и Пожарского 4 числа хотя могли бы сделать праздник освобождения союза советских социалистических республик от нацистской германии понятно что ко мне к физлицу вопрос как бы не очень корректина да 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 это первое второе я не не очень савдепию поддерживал когда она была поэтому там как она развалилась мне совершенно как бы все равно как там они обозвали это 7 ноября ну с точки зрения идеологии все было сделано правильно праздник уже укоренился но надо было придумать какую-то дату как коммунисты в свое время придумали дату 1 мая вместо Пасхи чтобы люди не отмечали Пасху а ходили а праздник должен быть вот тот же самый но рылись в истории рылись но ни один ни профессор ни какой-то историк не подсказал что есть же хорошая дата освобождения СССР приказ товарища Сталина 44-й год память еще не стерлась нет ну если порыться в каждом календаре да там помните там день взятия Бастилии даром прошел да то есть можно в каждой дате там найти какие-то как можно важные неважные вот здесь ну это первое второе те люди которые командуют сейчас да вот в Кремле там сидят ну мягко говоря это же люди не очень умные ну это уже понятно что не умные это блин о мы с вами сорвались да срывается вообще сегодня сейчас рулетка срывается да 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 срывается попытка номер три сорвется наверное сегодня вообще ни с кем не договорил ну ладно ну в трех словах Украина победит Крым это Украина вот держитесь все будет хорошо это если мы сорвемся вдруг да если сорвемся Украина победит так правило по 4 ноября я не сторонник Совдепи я хорошо застал советскую власть хорошо покушала моя семья от этой советской власти поэтому какое там у них пить водку им что 4 ноября что 7 ноября мне кажется это совершенно без разницы нет я про современную я имею ввиду про современную власть которые придумали праздник вот 4 ноября да Минина и Пожарского а могли бы могли бы вот при ну вы же видите они все немножко повернуты вот именно на какой-то вот польскости на великом украинство это все сумасшедшие люди вместо того чтобы пойти сортиры чистить свои да они что-то лезут к вам с оружием ну что вот сделаешь поэтому праздники такие придумывают какой-то Минин какой-то пожарский смутное время тогда правильно какой-то ушлепок сказал вы меня заблюрите да да которые там в Москве да есть это хуйло есть Россия нет этого хуйло нет России как вот раньше да есть князь есть княжество нет князя нет княжества там же ну понимаете все и все под это складывается вот они так не включ какой-нибудь чайник да там украина украина съели мальчиков славянский невозможно слушать для нормального человека ну сделали страну страну дебилы ничего не поделать жалко что вот на вас вот так вот по-скотски вот взять там стрелять в людей сегодня это вообще это просто уму не постижим уму не постижим ну опять сорвалось опять сорвалось все 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 о здравствуйте вы блогер я вас знаю я вас смотрю постоянно вы этот зверей короче усматриваете да да зверей зверевод звери звереводы честно мне очень приятно что адрес нет на нас попал честно вам скажу очень приятно какие будут я вам хочу сказать я вам бизнес поблагодарная скажу здравствуйте еще раз привет еще раз раз срывай на можно переключилась сегодня срываются постоянно надо майор 10 думаешь майор на кто еще о чем поговорим не знаю думаю мы ничего не поговорим как бы вас смотри вас подписчик слушай но если смотришь да как ты считаешь вот этот в кит который телеграм-канал кида кидает генерал свр валерий соловей о том что путин умер какое твое мнение как ты думаешь есть там доля правды меня посмотрел если знает такого блога майкл найки он как бы все пообъяснил он сказал то что у него какая-то лекция потом была платный или семинар не знаю я думаю все из-за этого специально смешно чтобы брать людей на второй день бабки срубить ну почему же точно знали так думаю что это фейк здравствуйте привет русский о чем сегодня поговорим на памяти дедов еще раз о памяти о памяти почему предали память наших дедов кто предал вы мы мы это кто граждане российской федерации а хорошо память каких дедов и в чем память те которые защищали отечество а в чем тогда предали но вы не отмечаете освобождение освобождение отечества а это что за праздник забыли 4 ноября до хочу за праздник отечество освободили война была отечественная ты чё не знал в школе не учили только отечественная война когда закончилась велика отечественная вы имеете ввиду правильно или какую вы имеете ввиду я имею ввиду я имею ввиду великую отечественную войну когда освободили отечество ты знаешь что такое отечество а вы Вы понимаете то, что есть Великая Отечественная война, а есть еще Отечественная война, правильно? Понимаю. Я говорю о Великой Отечественной войне. А именно не Великую Отечественную, а Отечественную войну. Когда победу отмечают? Вы знаете? Вы не отмечаете победу Великой Отечественной войны. И Отечественной тоже. Не Отечественной, не Великой Отечественной. у вас написано рита привет русский привет украинец бухаешь да нет я читаю у вас написано на рубашке рита и это твое нормальное состояние ли ты грамм 300 принял ну типа вода а чё за праздник день на народного единства как бы так официальный праздник а чё на память дедов наплевали я не знаю как бы это правильно культурно ответить вот но сам формат того что вот мы с ребятами посидели поболтали ты знаешь что деды наше отечество освобождали да конечно зачем наплевали на их память почему говоришь мы наплевали но почему вы отмечаете какого-то день единства не отмечаете день освобождения отечества ну слушай я тебе скажу по-другому наверно по этому поводу есть формальность праздника допустим допустим есть разум даты которые скажем принято чтобы память осталось их скажем вспоминают и почему вы память про наших дедов которые освобождали отечество вот стерли их память но я вас в этом плане скажу наверно вопрос задам почему стерлют но вы же не отмечаете освобождение отечества освобождайте отмечайте какое-то единство хер поймешь какое но формально праздник да почему почему вы не отмечаете освобождение отечеству 4 ноября не знаю я не буду врать я не знаю никто не знает не но я принципе вот могу себе позволить говорить правду принципе я не знаю вот как есть так и говорю но ты хоть честно говоришь да но я тебе честно отвечают тоже никто не знает почему вы не отмечаете освобождение отечества ты считаешь это ну достойный был бы праздник или не конечно да но его не отмечают но не знаю в двух словах принципе истории тоже очень сильно перекраивают вот эти вещи происходят как как бы не было грустно признавать такое есть то что там кроить не кроить отечество освободили освободили его что освободили как не не краи историю до отечества что освободили но хорошо вот смотреть вот тоже опять же то есть вот когда была вторая мировая до сюда опять же ты в принципе вот торшим enormous принципе были братские народы и все хорошо друг друга поддерживали но братские народы освободили отечество вы наплевали на их память это сейчас ты имеешь а я говорю про то время когда все было мы Ну тогда освободили, да Ну да А какие причины российско-украинской войны? Раньше же были братские народы Не знаю, я вот Ну, может, в принципе, мое мнение не сильно правильно Но это субъективно, то есть в двух словах Просто раньше Украина была Ну, какой-то период независимый Вот И все было нормально, вот А после этого, ну, то, что в наше время Вот, наверное, вся причина только в этом В чем? Я так и не понял Ну, то, что Украина потеряла Власть, управление Ей независимость Война почему идет? Российско-украинская Да, я сейчас Озвучиваю, я понял, что у нас Россия с Украиной имеет общие границы Причем очень близкие Ну Близкие границы Если Украина Сама собой не командует Сама собой не управляет, а, скажем Это делает Запад, вот И причем делают, скажем, в своих интересах Наверняка, вот Ну, наверное, тут даже не нужно Таких подробностей, вот Ну, если, допустим, в двух словах Столько бы не вкладывали в Украину Именно и финансово, и все остальное Если бы не было у этих стран своего интереса Именно в этом Так а война почему идет Российско-украинская? Ну, потому что вас заставляют Заставляют что? Воевать А, Украина напала на Россию, по-твоему мнению? Нет, Украина никуда не нападала Просто она не имеет своей власти А, допустим, то же самое НАТО на Украине имеет свои Интересы, которые, скажем, она пыталась Это реализовать А Россия почему напала на Украину? Ну, потому что В целях своей безопасности Вот в двух словах так Ну, а ты как Геббельс Геббельс нападал в целях безопасности? Геббельс не так Это немного другие были условия совершенные То же самое В целях безопасности А чего вы в целях безопасности Не нападаете на страны Балтии? А что в Балтии? В чем беда? О, там дружественные страны? Нет, не дружественные А чего вы на них не нападаете? На сайт город Калининград Калининград, который вообще, в принципе В таком месте неудобно находится Что, в принципе, вообще Вот, задумайся 10 раз Нет, ты сказал Что вы напали на Украину Потому что в целях безопасности Правильно? Да, совершенно верно Да, я так сказал, да Вы сейчас безопаснее стали? После того, как напали? Ну, пока еще нет Но, скажем так Вот, глянь просто Сейчас опаснее? Нет, не сильно опаснее Уже более-менее, так скажем Все меняется Вот, возьми то же самое Не знаю, там Палестин, там Израиль, там Причем тут Палестина и Израиль Я говорю У вас безопаснее стало После того, как вы напали на Украину Что тебя кидает? Не нападали на Украину Нет А Украина на вас напала? Нет Ты же сказал, что Украина не нападала Не нападала НАТО на вас напала? Хотела, да Хотела напасть НАТО И вы решили напасть на НАТО? Ну, да И вы напали на НАТО? Да нет А на кого вы напали? Поле боя получилось Так вы напали на Украину Или на НАТО напали? Объясняю Поле боя это территория Украины Где Запад против России Вот и все А зачем вы напали на Украину? В целях своей безопасности Ты уже это говорил? Да, совершенно верно Мы пошли по кругу Мы пошли по кругу Не, ну просто вопрос повторяется Ну да, я просто А стало вам сейчас безопасней? Думаю, да Безопасней После того, как напали Ну, это же тоже есть свои причины То есть в двух словах Если брать, допустим Пускай в России Многие наши власти не поддерживают Но все же, в принципе Когда вот Как сказать Мне не народует, в принципе Нифига не Особо никто не вникает В принципе, точно Вот это расход людей Ты что хотел сказать? Я ничего не понял Что ты хотел То, что, в принципе В двух словах В России У нас Государственный строй Принцип Сильно всех устраивает Ну, обычных людей Вот С властями Многие не согласны Пускай даже так Но нет шансов Чтобы как-то Это изменить Вот Так тебя устраивает Государственный строй На России? Нет, абсолютно нет А, не устраивает? А что хотели? Нет, я скажу честно В двух словах Не только мне одного А что тебя не устраивает? Ну, то, что Все в одну сторону В какую? Ну, то есть Свобода слова Свобода воли То есть Оно, как бы Скажем Вообще Абсолютно не учитывается То есть Народ Скажем В условиях держит И максимум То есть Того, что В принципе Тебе что-то дозволяют И все В это упирается То же самое Допустим Поменять власть Это тоже Ну, не знаю Взять то же самое Белоруссию И даже и Россию Вот У нас там есть Президент Который, скажем Закрепился Да, вот И У него нет Замены Хотя, в принципе Это живой человек Он не вечный А вот что будет дальше Хер его знает А, после Путина Не знаю, что будет дальше Ну, да Да, да Потому что вижу Что он Настолько Под себя все забрал То, что Нет преемника То есть Ну То есть Скорее всего Будет какое-то Прямо такое Кардинальное изменение А в какую сторону Я пока не знаю Хотя Ну, я Как обычный Житель России Меня Наша власть Не устраивает Пускай так Я понял А то, что Власть начала Войну Против Украины Тебя устраивает? Конечно Нет Тоже не устраивает? Конечно Нет И много Таких Ну, я Будучи В принципе То есть Ну, человек Обычный Социальный То есть У меня Есть много Знакомых Друзей И я спрашивал То есть Которые поперлись Ну, то есть Уже там Имея какой-то Скажем Опыт Вот Многие Поперлись туда Из-за денег Именно так Ну, это да Что из-за денег Ну, понимаешь Когда вот Происходят такие вещи Когда человек Там, скажем То есть Ну Своей жизнью рискует Ну Пускай там деньги Пообещали Вот А в итоге Скажем Если он Там остался Какие деньги Он сможет потратить Если его Само уже нет Живых То есть Это Ну Абсурд Ну, да Семья получит Говорят Если Я Да Я тоже По этому поводу Слышал Очень много И На самом деле Семьи до конца Не получают Получают Только там Ну Какие-то проценты Небольшие Такое тоже есть Ну, да Хорошо Давайте Сейчас спрошу Что-то у вас Как вы считаете Ваше отношение К русским Одинаково Все плохие Или как Ну, на 80% Те, которые Поддерживают фашизм Такие и есть А что Вы имеете Которые участвуют В этом конфликте Ну, не только Вот сейчас Вот эти Которые Поддерживают В тылу А каким Могут Поддерживать Тоже вопрос Ну, даже Даже Просто Поддерживают Таких же Много Которые В тылу Тут Чатрули Я не знаю Я Скажем То есть Из того Что я вижу Вживую В принципе Кто Допустим Занимает Какое Скажем Звание Там Нормальное И удобное Положение Да Они поддерживают Потому что Для них Это именно Материально Выгодно Обычные Люди Которые Скажем Им Это Скажем Ну, никак Неинтересно Не хочется Вот Смотри Вот у нас Вот Приехали Беженцы С Украины Ну, врать Не буду Уже Надо Года Два Вот Они Говорят Мы приехали Потому что Не хотим Участвовать В этом Украинцы Приехали Вот И вот Знаешь За эти Два Года В принципе Ну, я Просто Здесь Живу В нашем Квартале В принципе Никто Им Плохого Слова Не сказал То есть Нормальные Адекватные Парни Ну, там Возраст Лет 35-40 Вот В этих Пределах То есть Они Скажем Нормальные Адекватные Ребята Ну В принципе Я к тому Что Люди Есть Адекватные С обоих Сторон То есть Которые Не хотят Этой Войны Не хотят Скажем Чтобы были Потери Такие Большие Вот Причем Особенно Молодых Ребят Ну И как Это Остановить Я не знаю В принципе По моему Мнению Я считаю Что Скорее Сего Наверное Будут Заканчиваться Переговорами Только Вопросов В периодов Времени Сколько Это будет Тянулось Я не знаю Я вот По моему Мнению В принципе Так скажем Это Наверное Будет Еще Наверное Год Полтора Вот Так Всего Лишь Субъективное Мнение Не более того Слушай А еще Хотел Спросить Откуда Было Понятно То Что Я Сегодня Выпил Да Ну Видно По тебе Это Че Да По По Речи Ну По Разговору Да Да 250 Минимум Ну Да Ну Там Сегодня С ребятами Посидели Я Думал В принципе Это Вроде Так Что Культурно Буду Разговаривать Я же Там Не ругаюсь Ничего Нет В отличие От Трезвых Не ругаешься Потому Что Трезвые Тут Там Скорее Наверное Молодежь Больше Степени Ругается Да И Молодежь И Всякие Разные Тут Ну Да Так В принципе Я Тебе Могу Че Посоветовать Если Есть Желание На Трезвую Голубу Поменяй VPN И Зайди И скажи Что Ты Из Херсона Или Из Днепра И Посмотришь Реакцию Вот В двух Словах В принципе Скажу Честно Мне Это Уже Говорили Вот Несколько Раз Насчет Того Что Я Обычно Не с компьютера С телефона Заходил Ну Там Когда В компании Сидим Вот Попробую Зайти То есть Включи VPN Ну В принципе Он Есть Зайди Короче Вот С Украиной И попробую Пообщаться С русскими Ты Говорит Увидишь Это Весь Там Ну Короче Все Там Поймешь Я пока Еще не пробовал Но Вроде Что Такое Ты Будешь Офигенно Удивлен Серьезно Да Особенно Я тебе советую Сказать Что ты Из Днепра Город Днепр Русские Очень любят Я знаю Где этот город Находится Да То есть Думаю Сразу Будут Материть Ну Ты Увидишь Ну Попробую Ты увидишь Пожелания Пожелания Давайте Вам тоже Всего хорошего Давай Пока Нормальный Адекватный Человек Побольше Было бы Таких Ну Уже Было бы Интереснее Давай Пока Давайте Счастливо